Ребята, всем привет! Сегодня я хотел бы затронуть тему именно второго поколения NFS. На мой сугубо личный взгляд, оно было самым удачным и популярным. Black Box придерживались своему выверенному и проверенному стилю. Да, их игры были похожи друг на друга, но сама рецептура работала безотказно, поэтому людям так сильно запомнились Underground, Most Wanted и Carbon. Это хиты, которые стали бессмертными. Когда-то давно я решил заново перепройти всю линейку второго поколения и обратил внимание на то, что как ни крути, но эти игры смотрятся уже не так, как хотелось бы. У меня был уже ютуб канал, правда еще совсем маленький и неактивный. В то время я искал свою аудиторию и экспериментировал с разными игровыми жанрами. Ну так вот, я начал лопатить интернет и искать графические модификации. Да, я любил ставить моды на игры, которые на мой взгляд нуждались в улучшении. И так совпало, что в начале октября 2017 года я натыкаюсь на редакс мод для первого андера. У меня выпадает челюсть, и я его быстренько скачиваю и устанавливаю. Хотя моду уже было практически полгода. Но никто его не замечал, особенно русскоязычная аудитория на ютубе. Изначально я не собирался записывать ролик по данному моду, я просто играл и кайфовал. У меня накопилось очень много эмоций, которыми мне нужно было с кем-то поделиться. И я решаюсь записать видео и высказать свое мнение. И вдруг начинают расти просмотры, поднимается активность, люди начинают им интересоваться. Естественно, все подхватили мою эстафету и, как говорится, редакс пошел по рукам. Сейчас о нем знает чуть ли не каждый. И вы знаете, я себя поймал на мысли, что фанатам NFS нравится подобный контент. Многие даже не в курсе, что существуют моды, которые преображают игры. Я решил пойти дальше и развивать эту тему. Хотел донести до людей, что старые NFS живы. Просто никто об этом не знает. Модмейкеры в основном общались в своем кругу. И складывалось ощущение, что они делали моды не для народа, а для себя. Так сказать, показать друг другу, кто на что гораст. Я задался целью освещать людей о каких-либо модификациях. И показывал их в роликах. Да и до сих пор показываю. Второй целью было собрать все крутые моды и перезалить их на свои файлообменники. Зачастую бывают случаи, когда облачные хранилища сами удаляют файлы из-за низкой активности. Множество старых модов именно таким образом пострадали. Я собрал все, что мог. И, естественно, оставил под каждым роликом по две ссылки. То есть залил в два хранилища на всякий случай. Таким образом, я исключил их потерю. Так как на канале идет постоянная активность. И поэтому все ссылки, начиная с 2017 года, живы и по сей день. Когда я начал записывать контент по модам для НФС. Со мной начали списываться сами создатели модов. И предлагали, чтобы я показал их работу у себя на канале. Поэтому постепенно появлялись эксклюзивные модификации. Которые нельзя было нигде найти, кроме как у меня на канале. Какая мне с этого выгода, спросите вы. А никакой. Ни копейки не взял. Любой модмейкер, с кем я общался, подтвердит. Так как моды делаются на энтузиазме для людей. Значит их труд у меня на канале будет оценен так же бесплатно и для народа. Правда, случались и неприятные моменты. Нехорошие люди кидали мне якобы сборки. Но в итоге там оказывались вирусы и программы для майнинга. Да и хрен в принципе с ними. Все дерьмо дальше песочницы не уходит. Это специальная виртуальная область для тестирования софта и прочих вирусов. Когда я записывал первые ролики с модами. Я думал, как так? Почему на русскоязычных каналах практически нет подобного контента? Неужели это не интересно людям? Да, аудитория скажем не совсем обширная. Но тем не менее. Фанаты смотрят подобные ролики и активно скачивают моды. А это значит, что не все потеряно и к классике рано или поздно все равно будут возвращаться. Это то же самое, что послушать старую песню или посмотреть фильм побеги Шоушенко, например. Всем людям нравится ностальгировать и это бесспорный факт. Но почему же именно второе поколение НФС? Понимаете, это то время, когда серия была на рассвете успеха. Именно вторая эра сделала франшизу популярной и записала себе в легенды. И пока будут делаться моды, серия будет жить и расцветать по-новому. Да, на данный момент людей, которые делают глобальные моды для НФС, можно посчитать на пальцах. Дело в том, что это тоже творчество. И человек, который этим занимается, постепенно перегорает. Была искра и вдруг потухло. Сотни, а может даже тысячи часов могут казаться напрасными. От депрессии никто не застрахован. И когда люди в комментариях начинают безобоснованно хейтить те или иные моды, мне становится обидно за авторов. Критикуешь – предлагай. А если предложить нечего, подобной критике грош цена. Всегда аргументируйте свои замечания, друзья. Это будет очень полезно для автора, дабы избежать своих ошибок в дальнейшем. Безусловно, я не один, кто записывает подобный контент и конкуренция всегда будет присутствовать. Но так или иначе, аудитория моих коллег всегда будет пересекаться с моей аудиторией. А это значит, мы делаем одно благое дело, в котором не должно присутствовать вражды и зависти. Я ни разу не пожалел, делая контент исключительно по серии НФС и различным гонкам. Любая работа приносит свои плоды. Это дело времени. Да, я не буду скрывать, что являюсь ярым олдфагом. И порой могу перегибать палку по отношению к какой-либо игре. Но я всегда говорю то, что думаю. В этом и заключается смысл каждого блогера. Это независимое субъективное мнение. А прислушиваться или нет, решать только зрителю. У каждого человека свои взгляды и принципы. Этот ролик не несет за собой особой смысловой нагрузки. Я просто захотел с вами немного поговорить. Напишите в комментариях, друзья, к какой категории вы себя относите. Олдфаг или Ньюфаг? Ну и напишите свою любимую часть НФС. Какой мод ваш любимый? Ну а я буду прощаться с вами. Спасибо за просмотр. Удачи вам и хорошего настроения. Будьте здоровы. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok